Обрушение домов боятся жители села Прапорщикова в Восточном Казахстане. После паводков здесь размыло русло реки Иртыш. У некоторых сельчан обрушились сараи. Под грузой оказались и жилые строения. Что предпримут для решения проблемы местные власти, выясняла Ирина Якунина. Жительница села Прапорщикова Наталья Масиенко рассказывает. Весеннее половодие держало в напряжении несколько десятков жителей прибрежной зоны. Они буквально дежурили на берегу. В начале мая здесь поднялась вода, берег начал выбивать. Мы потеряли дорогу. У людей упали сарай, земли, пологородов упало. Переселяться жители не хотели. Даже когда вода стала угрожать домам, верили, что специалисты найдут решение, как остановить разрушение берега. После тщательного обследования было принято решение при помощи спецтехники углубить дно реки. Это снизит уровень подъема воды и угрозу подтопления. Мы его долго ждали, во-первых. Никто свои дома покидать не хочет. И еще за вот эти вышки же переживаем, если упадут. Сейчас на берегу развернут строительный участок. На плавучих земснарядах ежедневно проводится работа по выемке грунта со дна. Специалисты говорят, что учли все. И критический уровень весеннего подъема Иртыша, и объем воды в послепаводковый период. Это получается рельеф дна, который необходимо будет изымать с дна грунт и проводить работы по вырезке и увеличению пропускной способности воды. Защитные мероприятия обеспечат безопасность не только жилых строений, но и автодорог и линий электропередач, считает ДЧС. На данный момент проявляются берегу купительные работы, дно углубления, установка дополнительных водопропускников на автомобильных дорог для предотвращения подмыва автомобильных дорог. А также проводятся все мероприятия, чтобы обезопасить население от предстоящих паводкового сезона. Подобные работы будут проведены в Зайсанском Катон-Карагайском районах и районе Алтай, где горные реки и водоемы в период паводков представляют серьезную угрозу. Конечно, как говорят специалисты, предугадать, как поведет себя стихия, сложно. Но осенние противопаводковые мероприятия минимизируют факторы риска в местах ЧАЭС весеннего половодия. Ирина Якунина, Рина Джумагулов, Астана Таймс, Восточный Казахстан.